Среда, раннее утро, во дворе школы номер 15 начинают собираться школьники. Сегодня у них важный и ответственный день сдачи единого государственного экзамена по математике. Несмотря на долгую подготовку, ребята признаются, волнения все же присутствуют. Конечно, я волнуюсь. Глицинчик пью. Мама волнует очень сильно за меня. С общими усилиями готовимся. Готовились усердно и в школе, и дома, с репетиторами. Подготовка прошла, я думаю, успешно. Ну и сейчас проверим, на что способен я и лично все, кто пришел сдавать сегодня экзамен. К экзамену готовятся не только ученики, но и члены экзаменационной комиссии. Преподаватели отвечают за частоту проведения экзамена. В каждой аудитории установлены две камеры видеонаблюдения. На входе учеников осматривают с помощью металлоискателя. Такие меры необходимы для того, чтобы исключить возможность списывания. Все абсолютно педагогические работники, которые задействованы в государственной итоговой аттестации, если говорить про единый государственный экзамен, то это более 4,5 тысяч педагогических работников в разных, соответственно, статусах прошли обучение. Технические специалисты, организаторы в аудитории, вне аудитории, члены, как руководители пунктов проведения экзамена. Самих школьников такие меры предосторожности абсолютно не пугают. Несмотря на волнение родителей и педагогов, ребята настроены на отличные результаты. Лично мне введение камеры никак не мешает. Я волноваться от этого больше не стал. Списывать я не собирался, поэтому мне это никак не усложнило жизнь. За происходящим в классах следят специалисты из ситуационных центров. Они находятся в каждом муниципальном образовании, где проходит экзамен. Три главных штаба расположены в Институте развития образования, Педагогическом и Государственном университете. В этом году у нас уже в 100% пунктов приемов экзаменов работает видеонаблюдение. Все картинки выводятся в единый ситуационный центр. В этом году очень серьезно расширен список у нас общественных наблюдателей из числа студентов наших вузов. Единый государственный экзамен – очень важное испытание для школьников, испытание для системы образования, педагогов, родителей. В школе номер 15 собрались 135 школьников из пяти муниципальных образований. Базовую математику сегодня сдают около пяти тысяч одиннадцатиклассников. Пока еще в коридорах школы очень шумно. Кажется, выпускники совершенно не волнуются. Но уже через несколько минут начнется их первый итоговый экзамен. Настроение ребят заметно меняется, когда наступает время заходить в аудиторию. Школьники начинают нервничать. Кому-то становится жарко, кому-то холодно. Кто-то ест шоколад для лучшей работы мозга, а кто-то пытается немного поспать, так как ночью не сомкнул глаз. На начало экзамена остается несколько минут. В компьютер вставляют диск с экзаменционным заданием. Принтер печатает первый ким. Экзамен начинается. Новшество этого года – печать экзаменционных материалов прямо в аудитории. Таким образом, утечка информации сводится к нулю. За десять минут до экзамена в класс приносят запечатанный диск, с которого и распечатывают задание. Буквально несколько часов назад сегодняшние выпускники томились в ожидании начала своего первого выпускного экзамена. Сейчас двор пустует. Здесь полная тишина, нарушить которую могут только школьники, сдавшие базовую математику. Ура! Ну, наконец-то я сдал! Кристина Жакот, Руслан Баталов. Новость Ульяновской правды.